Приветствую вас. Вначале пару слов, наверное, о дружбе как таковой. Она с каждым человеком понимается по-своему, она каждым интерпретируется по-разному, она для каждого является чем-то своим, уникальным, оригинальным, индивидуальным. То, что делаете вы, вы, к сожалению, пытаетесь, не более того, вы пытаетесь подстроить людей под свои понимания дружбы. При этом у вас, у самой, вообще-то говоря, представлений о том, что есть дружба, на мой взгляд, нет. Ну вот, давайте попробуем осветить себе на этот самый вопрос. Что для вас есть дружба? Какая она? Вы говорите, можно было поболтать, душу выложить за бокальчиком вина, сходить куда-то и посмеяться. Это ваше представление о дружбе. Но это скорее, знаете как, это точно нужно вам. То есть вам нужно поболтать. Вам нужно душу выложить за бокальчиком вина. Вам нужно сходить куда-то и вам нужно посмеяться. А что нужно другому человеку? Что он хочет? Как он понимает дружбу? И как он понимает вас? И готовы ли вы дать ему то, что ему нужно? Условно говоря, вы находитесь немного в неравных положениях с людьми, с которыми пытаетесь выстраивать отношения. То есть у других людей, судя по тому, что я понял, есть эта самая дружба. И друзья у этих людей больше есть, а у вас нет. И из-за этого у этих людей есть выбор. Выбор, с кем им дружить, как им дружить, а у вас нет. И из-за этого возникает, кстати, нервонаправное положение, что люди могут выбирать, а у вас выбора вроде бы как нет. Отсюда есть проблема, проблема принуждения, проблема принужденности. Отсюда есть такая проблема, что как-то, вот знаете, вести себя характерно, то есть вести себя, как-то вот так, ну, естественно, можно только с тем, у кого такая же ситуация, что и у вас. Но, вообще говоря, найти такого человека очень сложно. И тогда, для построения дружбы, необходимо для начала избавиться от потребностей. То есть, смеяться в одной самостоятельно, душу выкладывать, если не другу, то психологу или маме. И, значит, ходить куда-то, тоже вам нужно одно для себя. Не с кем-то, а для себя. Ну, а поболтать можно с любым человеком. Это я, надеюсь, вы понимаете, хотя бы потому, что жили в Испании, где просто, знаете, друзей все открыты и приветливы. То есть, кстати говоря, открытость и приветливость, это еще не факт того, что человек действительно настроен с вами, дружить. Удовлетворение ваших потребностей, которым должен соответствовать человек, ваш друг, это необходимое условие для того, чтобы строить с ним отношения. Потому что пока есть дополненности, вы зависимы. Мы зависимы от него. Раз вы зависимы, значит, у вас есть два пути. Первый путь, либо полностью капитулировать перед ним, перед человеком. То есть, полностью принять его позицию. Второй путь, это проявить гордость и не бордаться на провокацию. Причем, она может быть здесь, как реальной, так и выдуманной вами саму. Это тоже нужно понимать, потому что вы можете считать, что, вот как вы пишете, да, что, значит, тут каждый о себе, холодные, петантичные, это, наверное, ленки петантичные. Дружба заключается в путешествиях, подскажите, как быть. Значит, здесь, если ты дорого деда, значит, с тобой есть смысл дружить, то есть, ищет выгод. Но, опять-таки, это может быть так, а может быть нет. Ищет, указывает, указывает человека в своих взглядах. И вам важно понимать, что на первых этапах с любых отношений абсолютно каждый ищет свой выгод. Ну, хотя бы в том, чтобы просто проводить время, например, вместе. Хотя бы просто, чтобы с человеком было приятно общаться, просто приятно находиться рядом. А далее, если вы сможете себя проявить, что человек обратит на вас внимание и вообще будет воспринимать вас несколько глубже. Что это заключается в том, что для дружбы необходимо общее. Вот что-то общее. Это общее, Оно проистекает из двух возможных аспектов. Первый аспект, это то, что вы свои интересы делаете привлекательными для других людей. То есть, если вы увлекаетесь чем-то, то вы, общаясь с людьми, определяете их смежный интерес с вашими и в этой смежной сфере стараетесь заинтересовать людей чем-то своим. Второй аспект, это когда вы делаете все то же самое, но только наоборот. То есть, вы ориентируетесь на желанием другого человека, на интересы другого человека. И пытаетесь разделить его интересы в той же смежной сфере, только уже теперь со своей стороны. То есть, вы сами стараетесь быть к нему близ. сами расширяете свой кругозор. Наличие общего, наличие общих интересов, наличие общения, вникальное слово «общий». И общность здесь базируется на двух основах. Первый, это постоянное расширение кругозора собственного, то есть, постоянное развитие, постоянное познавание чего-то нового, постоянное освоение новых видов деятельности, постоянное узнавание чего-то, постоянное поиск чего-то и так далее, активное хобби и так далее. Только не одно и то же хобби, а именно постоянный поиск новых видов деятельности. Это первое. И второе, это собственно общение с людьми на этой бочке. И вот с кем-то из них вы и завянете общение более тесное, чем с другими людьми. Единственное, важно понимать, что и человек может попросить вас о чем-то в процессе общения, и вы можете попросить о чем-то человека. То же, кстати говоря, в процессе общения. и правда заключается в том, что реакция на просьбу у человека и у вас может быть одной, и это позволяет говорить о возможности дружбы, а может быть другой, и это позволяет говорить о невозможности дружбы. систематическое обращение к вам за помощью по одним и тем же вопросам это использование. Ага, значит, отсутствие анализа причин отказа вам помочь это поспешное решение невозможности дружбы. реакция человека на помощь вам в аспекте превознесения себя, превознесения себя над вами тоже негативный аспект для дружбы. Ну и соответственно, если к вам обратились для помощи, вы помогли человеку, нас приняло это как должное вы чувствуете, что он стал нам больше доверять и вы потом случайно обратились к нему за помощью и он тоже стал нам доверять и вы стали больше ему доверять. Вот это и есть основа для дружбы. Ну и хочется сказать, что именно женщины дружить вообще-то говоря умеют гораздо хуже, по крайней мере между собой в силу своей практичности. У женщины нет такого понятия такой характеристики в дружбе как самопошествование, преданность и так далее. Это черта скорее мужчин и поэтому вам рекомендуется стараться дружить если вы застите именно искренней теплой дружбы именно с мужчинами и понимать что самые крепкие отношения это те с мужчиной которые основаны на дружбе. С мужчиной можно дружить. Мужчина не всегда будет оценивать вас только как мужчина. Это тоже нужно понимать. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вот если вы все эти моменты для себя проработаете, а еще лучше если вы с психологом поработаете над темой того, почему вас не получилось в детстве построить крепкие дружбы, какие такие негативные паттерны привели к данному результату. Уверен дружба у вас появится. Но не так как хотите вы, не так как вы видите, а на стыке ваших желаний и желаний другого человека. Это тоже нужно понимать. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. до до